А всем привет с канала Brim Team и сегодня у нас будет такой обзорный ролик на водоеме это можно сказать даже видеоролик внутри видеоролика так как мы сейчас снимаем влог по рыбалке но решил отдельно вам заснять обзор палатки палатка у нас можно сказать новая то есть в том году мы только ее пробовали раскрывать на природе не использовалась палатка my fine на трех человек 2 на 2 метра даже осталось осталась с ней карточка оригинальная и сейчас мы как раз посмотрим потому что смотрел я в интернете очень много людей интересованы тем какую палатку выбрать это автомат как вы могли заметить то есть собирать не надо единственно нужно приловчиться ее собирать потом что она из себя представляет сейчас мы берем полотенце тут лежит в ней есть противодождевой тент она сама по себе обладает она сдерживает так сказать дождь но не проливной ливень и как раз таки вот этот тент нужен для того чтобы так у нас тут кристина поймала рыбу пока я вам рассказываю сейчас освобожу чтобы она продолжила рыбачить и приступим к просмотру набор значит представляет это дождевой тент который ставится сверху палатки и сама палатка как мы знаем автомат палатки представляет собой вот такой сборный круг на пружинных секциях у кристины там ловли идет полным ходом уже два фитера дёрнула мы ее раскрываем получаем вот такой можно сказать конус который мы потом раскрываем по осям оси оттягиваем друг от друга и получаем купол то есть все палатку мы разобрали автомат очень быстро на природе приехать особенно людям которые с детьми которых надо сразу угомонить у кристины к сожалению была холостая поклевка так по поводу окон и всего прочего сейчас мы это все просмотрим как я ее установлю так время прошло мы собрали палатку она уже здесь стоит собрана на ней зафиксирован противоливневый можно сказать тент который вроде бы выдерживает именно уже шквалистый ливень надеюсь нам сегодня это проверять не придется здесь у нас как раз таки замок который раскрывает вход в саму палатку ну и как можно увидеть здесь довольно таки много места сейчас я перенесу камеру и мы посмотрим взгляд изнутри на палатку и сделаем какой-либо по ней общий вывод что как раз хотелось бы сказать по палатке то есть на позднюю осень на раннюю весну если на рыбалку с ночевкой то все таки стоит брать спальник я бы даже сказал стоит взять какую-нибудь подкладку на пол потому что здесь просто чтобы снизу не пропускало воду но все равно пол холодный так скажем но посидеть спрятаться от дождя самое то разборка у меня составила примерно 5 минут учитывая что 2 из этих минут конечно время ушло чтобы вытащить ее из чехла раскрыть секции все и одеть на нее тент это все заняло 5 минут сборка займет конечно больше сборку я думаю занимать не будем и по итогу что хочется сказать хочется сказать о том что такая палатка будет стоить порядка двух с половиной может быть если я смогу найти ее на сайте my fine оставлю ссылку именно такую палатку взять на кемпинг на туризм это самое то чтобы не собирать вот эти сборные палатки с их состыковками со всем прочим взять раскрыть оборудовать внутри все сделать если с ночевкой повесить фонарь там есть специальные створки куда это сделать можно а так именно рекомендую такие палатки к приобретению у нас есть такая зимняя с открытым с открытым дном чтобы рыбачить как раз на мормышку на балансир а так зацените палатку с вами был канал brim team обзорный ролик во время видеоблога о рыбалке увидимся и 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